здравствуйте друзья у нас прогноз на январь 2021 года для знака зодиака дело давайте посмотрим какая энергия будет внутри вас вокруг вас происходить в январе работайте я буду на таро акаши на этой колоде работают на прямых и перевернутых эта колода имеет доступ к вашим хроникам акаши что ожидает представительный знак зодиака дело январь 2021 года хорошо давайте посмотрим с какой энергии вы входите в январь и с декабря что у вас будет происходить в январе 1 декабря 2 декабря 3 декабря из какой энергии вы выйдете из января февраль энергии с которой вы входите в январь это у нас 11 старший аркан это дарк of the going and это ковчег завета и карта у вас прямом положении да мы здесь видим стоит ковчег завета сидят бедуины около костра но на более мирском уровне как-то может указывать на выгодный юридический договор или на передачу прав собственности также здесь будет успешно работа с брокерами адвокатами но таки это старший аркан более чаще она показывает что вы живете согласно своему собственному кармическому контракту вы принимаете во внимание свои уроки роста развития работаете над раскрытием внося свой уникальный вклад в мир сейчас ваша карма не управляет вами вы управляете ей когда работа становится слишком тяжелой отдых не нарушает вот этот ваш договор или совет одно поддерживает другое да многие из ваших кармических задач могут включать других людей но не позволяйте эмоции брать над вами верх это может повлиять на вашу настоящую а также на вашей будущей жизни поэтому карты говорит продолжайте работать над вашей высшей целью первая декада января ну у нас каникулы значит люди будут очень много общаться здесь у вас ложится восьмерка рост карта называется комьюнити комьюнити это общество сообщество это там где мы состоим то есть здесь мы видим что за столом сидят люди они разных национальностей но их что-то объединяет здесь какой-то спор ну по всей комнате очень очень много иконок разных групп сообществ но когда карта переворачивается она может указывать что у вас в начале января но в первой декаде может возникнуть спор с или между друзьями но также может быть раскол или разрыв в группе в которой вы состоите но какие у нас есть группы это конечно то что происходит нашей настоящей жизни это может быть семья друзья работа коллеги это может быть город в котором вы живете страна но также это люди с которыми вы разделяете творческие культурные духовные цели и карта говорит возможно вы уже с этими людьми зашли так далеко что они больше с вами не резонируют или вы можете заинтересоваться какими-то новыми вещами поэтому покинете старое сообщество но карта говорит постарайтесь не контролировать ситуацию и не лишать силы и желания чем-то заниматься других людей если вам с ними неинтересно то уходите но как бы не влиять и на других карта год знаете что не только это сообщество для вас доступны есть группы которые разделят с вами ваши интересы поддержит ваше начинание но иногда карта говорит может быть вы просто захотите побыть в одиночестве ограничивая себя в общении если это ваше личное желание то почему нет но если вот какое-то сообщество больше вас не интересует то есть масса других рассмотрите другие варианты вторая декада января здесь у нас ложится перевернутая восьмерка ключей эта карта называется де мастер артисан это мастер ремесленник то есть карта показывает в данной позиции это ювелирная мастерская сидят ученики и стоит их наставник и у него из руки сыпется драгоценные камни в руки ученика то есть он делится своими талантами дарованиями опытом знаниями с учениками а когда карта переворачивается то уже драгоценные камни сыпется обратно в ваши руки поэтому во второй декаде января для вас наступает время великого возвращения до выделились своими дарованиями с миром и теперь для вас наступает прекрасный период получения уже для себя возможно вы работали тяжело усердно приложили очень много усилий энергии чтобы внести свой вклад в человечество теперь пришло время вселенной вернуть вам богатство и удовлетворение которые вы заслуживаете все это сейчас будет возвращаться в ваши руки но вы получите в десятеро больше чем отдали и третья декада января здесь у нас ложится 8 старший аркан это у нас архангел рафаил но карту вас перевернута в прямом положении этот архангел несет энергию любви семьи чудес и священных путешествий когда эта карта переворачивается она может указывать на раскол в семье или на ваше эмоциональное или физическое состояние которое необходимо будет исцелить вас будет что-то беспокоить и вам нужно будет использовать все ваши ресурсы рассмотреть все варианты решения исцеления данной проблемы но постараться уравновесить ваши эмоции а также попросить небесной помощи практика медитации может принести хорошие результаты также осознанная работа с вашими мыслями словами помогут вам изменить тяжелые чувства и если вы понимаете что нужна терапия туда обязательно ей воспользуйтесь будь то страдания связаны с разбитым сердцем от прошлой любви или болезненные детские воспоминания от всего этого нужно освобождаться и в 3 декаде января рафаил будет жаждать внести свой свет любовь в вашу жизнь откройте свое сердце попросите помощи и впустите любовь свою жизнь и когда вы это сделаете вы можете обнаружить что вас ждет чудо 3 дико они 3 декада энергии с которой вы выходите из января да здесь ложится у нас семерка силы карта называется баланс но она у вас перевернутая баланс это баланс равновесия здесь мы видим стоит письменный стол лежат какие-то пачки документов и стоят уравновешенные весы когда карта переворачивается она может сообщать вам что вы будете разбалансированы или запутаетесь каких-то сложных ситуациях которые заставят вас потерять ясность а может быть даже энергию это могут быть напряженные юридические вопросы или ситуации которые кажется вам несправедливой а может быть она просто тянется очень долго но вам нужно быть очень активными чтобы по крупицам развязать данную ситуацию получите хороший совет консультацию которые помогут вам разобраться во всех деталях этой сложной ситуации да карта перевернутая она говорит что результат может не соответствовать желаемому но все равно не забывайте сохранять равновесие искать только справедливость в этом вопросе это высвобождать месть и гнев вы же не хотите создать более сложную карму но на личном уровне эта карта может предупреждать вас снова сбалансироваться и сконцентрироваться принесите обратно равновесие вашу диету ваш рацион займитесь физическими упражнениями но и наведите порядок в ваших мыслях подумайте как ваш выбор и мысли повлияют на ваше будущее и примите меры которые вернут вот эти весы обратно в равновесие но не только между вами и другими людьми но и внутри вашей жизни также это была энергия января для знака зодиака дела я благодарю вас за просмотр всего вам хорошего